Книга «Открытым оком», том 2. Тема литература, вопрос 882. Некоторые священники показывают строгость по отношению к телевизору и советуют их разбить. Свои обличительные проповеди против телевизора они сопровождают рисунками, где вместо антенны рога, а вместо провода – змейный хвост, а сам телевизор в виде змея Горыныча, раскрывшего пасть. «Действительно ли так греховен этот аппарат? А ведь мы, дети наши, смотрим его каждый день», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Есть такое выражение – лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. Лично я телевизор никогда не смотрел и не смотрю. Только если случайно зайду, в ЦУМе увижу. В годы советской власти, когда все религиозное было под замком, я советовал эти ящики безжалостно уничтожать, что некоторые и делали. Сегодня, когда показывают много религиозных передач и фильмов, я говорю помягче – смотреть выборочно, библейское, и очень редко, когда нет поста. Сам же и ныне не смотрю его совершенно, и в этом не чувствую никакой ущербности для себя. Даже тогда, когда разговариваю с великими мира сего. Мне очень нравится статья митрополита Виталия о телевизоре. Ознакомьтесь с ней, и вы не пожалеете. Телевидение как проблема для современного пастырства. 20 лет тому назад эта статья была помещена в канадском вестнике. Мы ее повторяем, ибо актуальность ее не только не уменьшилась, но заняла важнейшее место в нашем пастырском делании. Мы еще до конца не поняли, какие огромные последствия будет иметь изобретение телевидения. Обладая какой-то воистину магической силой обаяния и привлекательности, и вместе с тем тая в себе страшный яд растления, оно стихийно завоевывает свое самое почетное место почти в каждом доме, в каждой семье. Первое. Современное пастырство не может и не должно обойти молчанием телевидения, которое не превзойдено ничем и никем по силе влияния на душу человеческую. Борьба с телевидением должна быть нашей первейшей задачей. И это мы говорим без преувеличения, потому что оно является ежечасным, ежеминутным источником влияния на нас в нашем же собственном доме. Вся борьба с ним должна выразиться в правильном отношении к этому гениальному современному изобретению. Но трудность и сложность борьбы с ним в том, что приходится бороться не с телевидением, а с бесконечно расслабленной человеческой волей, которая просто не находит в себе силы вовремя оторваться от этого исключительно обольстительного и заманчивого удовольствия. Тут вспоминаются слова апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 1 Коринфянам 6.12 И так, чтобы успешно бороться с телевидением и раз и навсегда выработать к нему правильное отношение, необходимо сначала с предельной объективностью рассмотреть все, что в нем есть положительного, затем раскрыть все его сокровенное зло и только тогда начать пользоваться его добрыми услугами, отвращая от себя с последовательно напряженной энергией его тлетворное влияние. Надо указать, во-первых, что всякое изобретение, всякий механизм и машина не есть зло само по себе, как нет самобытного зла. Зло только в воле разумной твари, не исполняющей волю Божию. Наоборот, в таких изобретениях надо видеть печать Божией премудрости, которую человеку дано раскрыть в законах природы и от всего сердца вознести хвалу своему Создателю. Перед размером соблазнительных картин, плывущих по телевизионным волнам, было бы нерассудительно не отметить и его положительно доброго влияния на массу людей, а именно, телевидение способствует возвращению людей в их дома. Весь период от Первой мировой войны до сего дня был отмечен социологами и педагогами стремлением человека уйти в свободное время из дому на улицу в поисках развлечений. Дома только ночевали, ели, но никогда дома не оставались свободные часы. Спорт, кино, танцы и бесконечные другие развлечения, пропитанные ядом растления, выводили всех из-под домашнего крова, который катастрофически стал терять, в особенности для детей, смысл родного гнезда, где ребенок впервые раскрывал свой осмысленный взор на вещи, обликая их своей фантазией, где его воображение с любовью придавало домашней обстановке одушевленные формы, создавая целый мир наивной детской фантасмагории. Улица манила и ребенка, и он почти что из колыбели, грубо и жестоко, без всякой подготовки, познавал оскорбляющий его душу реализм жизни. И вот телевидение впервые за десятки лет стало возвращать их домой. Его роль в этой большой социальной перемене очень скромная. Оно просто обратилось к низшим инстинктам того же уличного человека и вернуло его к его домашнему очагу только потому, что все те же удовольствия и развлечения города и улицы перенесло в его собственный дом. Конечно, ничего высоконравственного в этом принципе нет, но среди моря бесчинства, соблазна и растления современной жизни надо уметь хвататься и за соломинку, если есть возможность хоть что-нибудь и тут использовать для добра. Согласимся признать тот факт, что телевидение способствует возвращению к домашнему очагу и сумеем использовать это его доброе влияние. Оно таит в себе столько почти что магнетической силы, привлекательности и обаяния, что если просто его отрицать в категорической форме, возвышая свой голос с кафедры и амвона, то это значит себя уподобить бьющей в воздух палке. Наконец, телевидение способно наглядно и исчерпывающим образом преподать уроки по всесторонним вопросам науки, искусства и техники и этим поднять образование, видение, нанося таким образом большой удар темному невежеству и полунауке, которые всегда несли миру столько горя. Рассмотрев все положительные стороны телевидения, перейдем теперь к обозрению его губительного влияния на человеческую душу. Телевидение совершенно отрывает всех от чтения. Зачем читать, когда все не только видно, но и слышно? Зачем напрягать свое воображение, когда все уже заранее сделано за нас? Проработано и преподано нам в законченном виде с мельчайшими нюансами, которые просто сидя можно воспринимать без всякого труда. Как ни странно, но телевидение, которое способно переносить нас в любой конец света, опускать на дно морское и открывать недра земли, которая вводит нас во всевозможные фабрики и заводы, запрещенные операционные палаты, где мы вместе с хирургом почти что принимаем участие в сложнейших операциях, при помощи которого мы видим народы, которых бы никогда в жизни не увидели, несмотря на весь этот грандиозный диапазон наглядного зрения, делает нас как никогда ленивыми, активными, апатичными, как бы присыщенными знаниям, безразличными и в итоге итогов, развивает нас невежество. Поясним нашу мысль. При чтении в человеке происходит сложный психологический процесс, состоящий, во-первых, из напряжения воли. Чтобы взять книгу и начать ее читать, нужно заставить себя это сделать, тогда, как никто не заставляет себя смотреть телевидение. Как бы точно не описывал автор происходящее, наше воображение всегда параллельно чтению создает свои образы, свой целый мир. По-настоящему мы именно и благодарны автору хорошей книги за то, что он помог нам в этом невиданном творческом усилии. Наше воображение – это важная часть нашей души. Источник творчества и дерзновения. Развивается при чтении книг и делает человека не только полезным для общества, но придает ему жизненность и радость бытия. В телевидении к нашему воображению не обращаются, его даже не нужно. Все готово, все сделано. Нам только нужно смотреть и принимать чужим и часто чуждым нам воображением созданные формы. Это есть психологическое порабощение нашей души. Насилие над ней и поражение нашей творческой силы. Телевидение отучает нас воображать и даже мыслить. Оно делает нас духовно ленивыми, и в частной своей жизни мы становимся людьми без всякого воображения, с потухшим взором, взирающими на Божий мир, и не видящими, что невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимы. Римлянам 1.20. Таким образом, телевидение очень тонко делает нас материалистами, которые смотрят на вещи по естественному, животному свойству вообще смотреть, без участия в этом процессе духовного взора, через который смотрит душа. Нас все больше и больше приучают просто смотреть и не видеть, что нас уподобляет тем бездушным истуканам, о которых говорит в своих псалмах венценосный пророк Давид. Есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. Псалом 113.13.14.16. А раз мы смотрим и не видим сущности вещей и связывающих их нитей, то мы воистину невежды. О развращающем влиянии телевидения было уже много сказано, но мы хотим отметить это еще раз и напомнить о нем. Ни один отец, ни одна мать никогда не решатся повести свою семью в дома сомнительной репутации. Если друг их предложит им пойти погулять вечером в самые отвратительные кварталы города, где царствуют грех и порог, они сочтут это глупой шуткой, признаком сумасшествия или посчитают, что подобное предложение сделано под действием спиртных паров. Но отцы и матери честных, хороших, православных русских семейств зачем вы лицемерите? Вы только что пожимали плечами в ответ на сомнительные предложения посетить аморальные места вашего большого города, а сейчас вы всем своим семейством чинно рассядетесь у себя в гостиной и легким невинным поворотом кнопки телевизора пригласите в свой дом, стены которого осенены святыми иконами всех подонков человеческого общества, всевозможных гангстеров, убийц, психопатов всего мира, всего света, самых невероятных маньяков, торговцев с живым товаром, и будете смотреть на них без малейшего зазрения совести, как будто бы вы ничего плохого не совершаете, а ваши дети после таких представлений будут кричать во сне, постепенно делаться нервными и раздражительными, и вам же будут грубить в неслыханной и недопустимой форме. Вы же сами еще долгие часы не будете способны сомкнуть глаз от тяжелой нагрузки образами всех видов нравственной нечистоты. Вы оскверняете свой домашний очаг, который в глубоком понимании православной церкви является вашей домашней церковью, о чем неоднократно возвещал апостол Павел, фактически называя христианский дом домашней церковью, Римлянам 16.4, 1 Коринфянам 16.19, Колоссянам 4.15, Филиппийцам 1.2. Вы оскверняете свои души и души своих детей, ибо через зрение и слух, являющиеся органами человеческой души, в них проникают все эти образы, как фотографии они седают в области нашего подсознания, оскверняя самые тайники нашей души. Затем они в любой момент нашей жизни, по еще неисследованным законам психики испорченного человека, внезапно вырываются из этих тайников самые неожиданные моменты нашей жизни, помрачая нашу молитву, портя наши взаимоотношения с людьми и отнимая от нас радость жизни. Недаром православная церковь, зная, какой глубокий вред приносит нам созерцание греховных извояний и картин, сотым правилом Шестого Вселенского Константинопольского собора совершенно точно и определенно постановило. «Очи твои право дозрят, и больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» Притча 4.23.25 Завещает премудрость, ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу, посему изображение на досках или на ином, чем представляемые, соблазняющие зрение, растлевающие ум и производящие воспламение нечистых удовольствий, не позволяет изображать каким бы то ни было способом. Если кто сие творит, творить дерзнет, да будет отлучен. Какая дьявольская насмешка над нами, православными людьми! Знай, что мы никогда не посмеем принять участие в греховных сборищах, он так умело помрачил наш ум, что мы за свои же собственные деньги, тяжелым трудом добытые нами, покупаем себе телевизор и сами вводим в свой дом растление, разврат, убийство и сумасшедший дом, потеряв перед дьяволом всякое самолюбие, которым был так богат святой пророк Давид, многократно и неустанно просящий Господа через всю псалтырь, чтобы Господь не дал его в посмеяние дьяволу. Взирая посредством телевидения на все эти ужасы порочной жизни, нужно отметить еще одно происходящее тут очень тонкое пагубное явление. Надо сказать, что в обыденной жизни между душой человека и самим грехом есть путь, на котором поставлены предохранительные заставы нравственного, бытового, психологического и социального характера, которые душа по своей лености и косности не решается преодолевать. Реализм телевидения помогает зрителям проходить без труда все эти препятствия. Подходы к греху делают привычными, как бы уже пройденными, и самый грех при случае совершается легко и свободно. Вот почему за последнее время было совершено множество самых невероятных и неожиданных преступлений, о чем свидетельствуют многие социальные деятели. Преступлений без малейших предшествующих симптомов, преступлений без предисловий. Так, например, ни в чем не повинный мальчик рано утром убивает своих родителей. Школьник надругивается на своей учительнице и другие бесчисленные примеры из анналов криминальной полиции, которых мы не хотим приводить на страницах нашего журнала. Какой же способ борьбы мы можем и должны предложить? Сначала мы должны сказать, что бороться надо. И пастырь, и пасомы должны непременно поставить своей задачей борьбу с телевидением. Самый лучший способ и самый простой продать как можно скорее свой аппарат. К этому акту можно еще сделать маленькую заметку для тех, кто духовно прозрел. Продать и деньги от продажи пожертвовать на церковь или на бедных. Это первое мероприятие по плечу, конечно, праведным душам, избранникам, божьим людям, для которых самая большая цель в жизни спасения своей души. Блажение же последних, те, кто еще не покупал этого аппарата, никогда не чувствовал и не чувствует в нем никакой потребности. Однако мы прекрасно понимаем, что в данный момент это наше первое предложение борьбы является очень твердой пищей, которую не может принять масса наших верующих. Уже слишком прочно телевидение связало нас. А наша воля такая слабая и немощная, что на первое мероприятие мало кто откликнется. Но этому не надо удивляться, героев всегда мало, мучеников всегда единицы, праведники всегда одиноки. Всем нам, рядовым христианам, мы предлагаем снова вспомнить все положительные качества телевидения и в особенности его способность возвращать людей под домашний кров. Все мы, проходя по улицам, неоднократно замечали, как чинно и уютно многие семьи собираются у себя дома и в полумраке телевидение, казалось, так патриархально и дружно проводят свои вечера. Значит, для нас вся задача борьбы с пагубным влиянием телевидения сводится к тому, чтобы, использовав его собирательную способность, одновременно пресечь все его развращающее влияние. Для этого должна быть проявлена сила воли и установлена твердая дисциплина в обращении с этим аппаратом, чтобы под страхом строгого наказания никто, кроме отца или матери или ответственного в семье лица, не смел бы прикасаться к телевизору, который должен приобрести образ запрещенного плода. Ребенку могут быть показаны только полезные редкие фильмы, но исключительно как награда за его успехи и хорошее поведение. Очень полезно каждый фильм сопровождать своим объяснением, своими выводами, расширяя его диапазон, примерами из истории, из хороших повестей нашей литературы, всегда неизменно в своем мировоззрении опираясь на святоотеческое древнее православие. Хочется верить, что тому, кто станет так ревностно бороться с пагубным влиянием телевидения, Господь сам внушит и иные способы оградить себя от зла. Во все же посты можно положить себе за правило или совсем выключать этот аппарат из сети, или вовсе на это время убрать его от глаз подальше. Вся ревность в борьбе будет, конечно, зависеть от степени желания своего спасения, от нашего общего благочестия, от нашей преданности Церкви. Митрополит Виталий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова